Князь Витовт и японский самурай встретились в дачном поселке. Гомельчанин создал уникальный парк скульптур, куда приходят как в музей. Когда гомельчанин Андрей Видишев решил украсить двор дачного домика фигуркой Будды, он и не думал, что буквально через год там появится настоящий парк скульптур под открытым небом. Вслед за Буддой в белорусском дачном поселке поселились такие экзотические персонажи, как индуистский бог мудрости и благополучия Ганеша, небесный лев-страж, который в Китае охраняет покои императоров, а также величественный восточный дракон, покровитель мира и спокойствия. Восточная эстетика более ближе к природе. То есть европейская там есть геометрия, правильность, а восточная именно близость к природе, натуральность. Мне вот это нравится. В школьные годы Андрей занимался живописью, а вот создавать скульптуры научился самостоятельно. Разработал собственные технологии, создал уникальный состав для лепки на основе бетона и строительных смесей. Скульптуры бетонные, лет сто простоят, а если смотреть, то и больше. Просто накрыть, если хотите, чтобы очень долго служили, стоя вашим правнукам, то надо накрывать просто салфаном и все, ничего с ним не будет. У Андрея есть еще одно увлечение – история. И его он тоже решил воплотить в скульптуре. Этим летом на стражу рубежей дачного поселка встали отважные войны. Легендарные князья Всеслав Чародей и Витовт Великий. Исторически лично в основном это войны. Есть философы, правители всегда воины. Поэтому в основном да. У нас история связана с войной, защитой границ и тому подобное. Совсем недавно на службу в каменное войско поступил еще один страж – японский самурай. Работа посложнее, много мелких деталей. Хотелось уже более сложное в цвете сделать тоже. Когда доспехи показывают в мусеях японских, там они, естественно, все натрают. Ну, что бы такого захотелось. И хотелось все в цвете попробовать. Когда родители Андрея раздумывали, какой забором установить на даче, соседи в один голос заявили – если вы закроете от нас красоту, которую создает Андрей, мы обидимся. А теперь полюбоваться львами и горгулиями, цаплей и аистом, дикими утками и экзотическими фламинго приходят не только дачники, но и жители соседней деревни. А ради фотосессии свитов там всеславам и самураям даже специально приезжают из Гомеля. Ну, приезжают по вечерам, фотографируются. В основном дома не заходят. Может, стесняются люди. Ну, становятся. Кто-то даже знает, кто это. У Андрея много планов на будущее. Непременно продолжит свою историческую серию скульптур. Возможно, запустить новый художественный проект, связанный с белорусской мифологией. Спартак будет и будет еще Николай Черный Радивилл. Вполне возможно, что будет, скорее всего, да, крылатый гусар. Это уже примерно те, как они должны быть. Естественно, шкура будет либо тигра, либо леопарда. Можно ее сделать с этим, но будет хорошо смотреться.